Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, наконец-то вышло реально что-то годное для Евротрака И на моей памяти это, наверное, самый, ну как, естественно, первый и пока что самый классный грузовичок Который вышел для, собственно, ЕТС-ки в 2019 году Ребята, это DAV F241 По-моему, такой вот у него префикс В общем-то, это старая классическая машинка Опять же, от того же самого автора с ником XBS Это тот самый парень, который делал Volvo F88 И еще какой-то грузовик он делал В общем, парень реально четко отрывается вообще на классике Он ее просто охренительно делает Она очень круто выглядит У нее очень крутой интересный тюнинг В общем, давайте смотреть Итак, по кабинкам что у нас имеется? У нас имеется такой некий дейкэп У меня есть топ-слипер Вот такой вот он прям с таким вот сковоречником наверху То есть, по сути, это та же самая дейкэп-кабина Только спалка у нас получается сверху Есть уже классическая, да, по нынешним временам Слипер-кабина, то есть со спальником И есть вот такая спейс-кэп Это вот оттуда у DAV пошло Вот оно откуда это все появилось Там спейс, суперспейс и так далее и тому подобное Ну, естественно, для того, чтобы в полной мере на все это посмотреть Возьмем самую топовую кабину По шасси Имеется вариант 4х2 И вот что мне здесь понравилось Здесь очень интересно сделаны иконки То есть, да, у нас получается Ведущая оська обозначается как бы таким желтым кругляшком Здесь у нас имеется шасси 6х2 Соответственно, одна подъемная Это у нас получается ведущая Здесь у нас есть Господи, ленивец Все забываю, как он называется Здесь у нас ни одна ось не поднимается Но ведущая у нас вот эта Ну и, соответственно, классика это 6х4 Давайте возьмем именно такой Мне прям очень нравится По двигателям Здесь у нас, естественно, стоят дафовские движки Минималка 209 Максималка 373 лошадиных сил Его мы с вами и поставим По трансмиссии это ZF И есть у нас фуллеровская коробка на 13 ступеней Есть на 9, есть на 8, есть на 6, есть на 16, есть на 13 Давайте поставим 9 Не знаю, просто хочется По салону Здесь вообще вот что-то говорить Искать какие-то косяки Их здесь просто-напросто нет Вот, ну реально, салон очень классный Очень топовый, очень крутой Прям вот, ну вообще Ну все очень здесь здорово Классно, круто сделано И хочется сказать, конечно, некоторым ребятам Которые делают приваты Ребята, учитесь Вот просто учитесь Вот у вас должно быть как минимум так же Это стандартный салон Дальше у нас есть стандартный салон Опять же, вот в таких вот темных тонах Обивка у нас темная Есть эксклюзивный вариант Здесь у нас дерево кругом Лакшери шпон Как у вашего серванта или у стола Который вы на Новый год ставите Ну и, соответственно, то же самое Такой же темный вариант Но тут он смотрится как-то прям понарядне Это, ну, какой-то вычурный Он, не знаю, блестящий какой-то Вот именно черный Классика дерева Очень круто выглядит По покрасочке кузова Здесь она, естественно, поддерживается Можно свои скины нарисовать В случае чего Есть вот такой вот у нас скин Есть вот такой Есть вот такой Ну и, как бы, в принципе, все маловато Конечно, хотелось бы побольше Но ладно Оставим в оражевом цвете Смотрится очень прикольно Колес никаких у нас здесь своих нет Поэтому все это дело мы пропускаем Здесь мы можем сделать Крашенное крыло в цвет кузова Но не смотрится Оставим пластик Бак можно удалить Да ладно Ничего себе Бак можно снять Оставить его черным Сделать его под сталь Так скажем Либо покрасить под цвет кузова Но мне это не нравится Далее Здесь по низу у нас идет Выхлопная система По задним колесам Все абсолютно то же самое Что и по передним Тут у нас ставятся Вот такие вот крутые Крылья Здесь сзади У нас подвешиваются Брызговички Опять же с разными Логотипами и так далее Но оставим, наверное, Такой просто обычный черный Здесь у нас Лесенка вот такая Для того, чтобы можно было Ну, залезть буквально там На раму Подключить трейлер И так далее и тому подобное Здесь у нас Воздуханчик вот такой Вот аккуратненький висит Здесь вот такой вот Спойлерочек И вот смотрите Уже приобретает кабина Современные черты Дафа Тут можно поставить Кондиционер От Webasta То есть он либо будет Белым, либо крашеным Цвет кузова Здесь у нас Можно поставить Точечки для того Чтобы можно было Налепить Всякого рода Дудочки Лампочки и так далее И тому подобное Тут несколько вариантов Грузовиков Ой, грузовиков Господи, что я несу Козырьков Крашеный цвет кузова Просто Синего цвета Зеленого Либо красного Ну тут вы опять же Сами себе на уме Зеркала Двух вариаций Ручки Опять же Так же двух Точнее не двух Даже трех вариантов Вариации Оставим хромированным Что-то я заикаюсь Блин, сегодня Дефлектора Вот такие боковые Опять же Либо краска Точнее Либо пластик Либо краска Хм Давайте оставим краску Почему бы нет Здесь у нас Клеится обозначение Движочка Ну почему бы нет Как раз у нас На 360 Решелочку Можно опять же Либо краска Либо пластик Логотипчик Можно сделать Новый А вот можно сделать Старый Там как бы Шрифта в принципе Тоже Просто буквы Как бы немножечко Поуже Здесь Вот такие вот Интересные у нас Идут кингурятники Тут у нас Меняется Нижняя фальшерешеточка Еще ниже Еще ниже Можно выбрать Крашеный бампер А еще ниже Можно сделать Его тюнинг То есть Соответственно Это что-то Типа подножки Вот такой вот Бампер И вот такой вот Бампер Ну прям реально Красавица По салону Друзья Давайте будем смотреть Что у нас Меняется здесь По рулям Руль у нас один Здесь стандартная Табличка водителя Тут у нас идет Навигатор Тут можно что-то Положить из предметов Здесь у нас Идут висячие предметы Как видите Сисал поддерживается Тут у нас Козырек Здесь у нас В общем-то Шторочки стандартные Тут всяческого рода Висячие Опять же у нас Идут предметы Здесь зеркало Здесь боковое зеркало Здесь что-то Можно поставить На сидушку Здесь можно Вот такой вот Интересный пресет Поставить Но тут кстати сказать Есть некоторые Свои особенности Своя идет У нас здесь Пачка сигарет Парочка у нас Здесь идет Своих собственных Тормосов Несколько вариантов Кошелька у нас Здесь идет Своего Ну и в принципе Все С палкой Никоим образом У нас не тюнется И так друзья Ну что ж Что ж Что ж тут сказать Выглядит Очень здорово Остается только Проверить его в деле Так что Вперед на тест драйв И так братцы Ну что ж Наконец таки Мы с вами в игре И выглядит тут Все очень старо Но в то же время Очень прикольно И так Пока идет дождь Подаем питание В общем-то Навигатор начинает работать Приборная панель у нас оживает Вот что мне нравится В модах от этого автора Он очень Классно Живо И очень здорово Передает приборную панель Вот эти все приборы Комбо прибор Вот он прям над ними Заморачивается Прям очень жестко У нас Здесь уже идет Электронный Получается Одометр Комбинированный Со спидометром И по всей видимости С часами Насколько я понимаю Которые кстати Показывают правильное время Это очень круто Посередине Посередине у нас идет Табло Тахометра Чуть ниже У нас это все Совмещено Соответственно Скорее всего Это расход До метра Не знаю Работает он или нет Ну и справа У нас комбо прибор В общем-то На котором у нас Как видите Работает аварийная сигнализация Включаемый габарит У нас вот так же Работают кнопочки Дальний свет фар У нас работает вот так Далее Блокировочка Не вижу этого значка Где он у нас Включается К сожалению Где-то он у нас Включается Скорее всего Кнопка где-то Нажимается Просто я этого Не вижу А вот она Вот она Вот она Отлично Коробочка у нас Не анимирована Ну да Это в принципе Ладно Ручничок у нас Идет вот здесь Соответственно Как мы видим Воздух у нас Тоже работает Справа у нас Идет температура Снизу давление Масла Ну и как бы Все в принципе Там топливный бак Аккумуляторный батарей И т.д. и т.п. Так Дворнички Друзья Давайте смотреть Че они у нас Не работают Че прям Надо прямо Вот обязательно Это самое Ручничочек Давай тогда встанем Так Отлично Сразу врубаем Второй режим На третьем У нас все отключится Снежки соответственно Все это у нас Дело анимировано Че-то они Не с паузой что ли Они идут Нет Да тут какая-то Прям пауза есть Небольшая Ну-ка А тут они молотят Сразу То есть небольшой Рассинхрон Такой у нас Идет с анимацией То есть смотрите Здесь они Опускаются И сразу поднимаются А здесь они у нас Получается Какое-то время Стоят на месте Ну ладно Тем не менее Тем не менее Друзья Так Убираем С вами плохую погоду Ну ее нафиг Чтобы было всегда солнышко Габариты Ближний и дальний Соответственно Как это все выглядит С внешки Давайте посмотрим Габаритики Вот так вот они здорово горят Ближний свет фар Дальний свет фар Все прям очень-очень здорово Очень-очень круто Сверху у нас Как видите Стоит Кондиционерчик Так ну что Подсвечка у нас Такого приятного Оранжево-красного цвета Очень здорово Выглядит Так По звукам Кайф Даже прострел Есть Вы просто Слушайте Какой Гудок у него Я угораю Блин Неужели Реально Такое было Отлично Под трейлер Мы с вами Зашли Совершенно спокойно Так Ну что Давайте прокатимся Немножко что ли Да У нас там Расход Он сразу Там 100 литров Идет Нормально Это старая Хотел сказать Советская техника Кстати Давайте посмотрим По регулировочкам Что здесь вообще имеется И вообще что-либо Да Здесь все работает Полностью Все регулировки Соответственно И зеркала И так далее И тому подобное У меня это Создается ощущение того Что я сел Не знаю В какой-то То ли МАЗ То ли КАМАЗ Вот меня прям Вот эти зеркала Смущают Вот прям Они очень похожи По рисунку Ну и как-то По общей По посадке Вот эта форточка Меня тоже С толку сбивает Такое ощущение Будто я либо реально На МАЗ Либо на КАМАЗ Уселся Достаточно шумный Такой дафик Топлянчик у нас Как видите Тоже скидывается Слушайте Ребятки Ну что я могу Сказать про эту машину Даже Звук поворотников Свой Блин Ребят Она крутая Реально Вот реально Крутая Вот я На самом деле Люблю вообще Классические грузовики Но на некоторых Из них Согласитесь Ездить Не очень хочется Вот допустим Та же Вольво F88 Идеальный мод Можно сказать Да И очень хорошо Здорово И классно Выглядит Очень много Тюнинга И так далее Но это надо быть Прям Ну Лютым любителем Этой всей Старой техники Чтобы на ней Еще ездить Постоянно И так далее Этот Рекомендую Очень он Классный Очень суперский Будем следить За дальнейшим Развитием событий Будем смотреть Какие обновления Будут выходить дальше Ну и соответственно Делать на них обзоры Все друзья Я желаю всем Огромной удачи И кстати Не забывайте Подписаться на канал Поставить лайк И ну не знаю Нажать на колокольчик Все друзья Пока пока Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok